ДНР 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 Зафиксирована работа шести снайперских групп, вооруженных винтовками стандарта НАТО, с увеличенной дальностью стрельбы. Перед выполнением боевых задач им ставится задача наведения прицельного огня по рядовому составу и местному населению республики с целью спровоцировать нас на ответный огонь. Жертвой снайперов за минувшие сутки стал один военнослужащий Вооруженных сил ДНР. К тому же, по поступившей информации от населения населенного пункта Зайцево, на подконтрольной Украине территории в районе данного населенного пункта отмечено прибытие до 20 иностранных наемников. Из сообщения следует, что прибывшие наемники англоязычные, личный состав вооружен снайперскими винтовками и оборудованием для стрельбы в ночных условиях. Украинские силовики на фоне заявлений руководства страны о повышении денежного удовольствия для личного состава, выполняющего боевые задачи, пытаются заработать свои кровавые бонусы. Мы с прискорбием отмечаем, что украинское руководство направляет все свои усилия для мотивации боевиков ВСУ на убийство народа Донбасса. Доносим эту информацию до международных наблюдателей.